В Одинцовском гуманитарном университете состоялись пятые историко-педагогические чтения. Феномен гуманистической авторской школы в педагогической культуре 20 века. Выступления студентов, преподавателей и гостей конференции проходили на трех секциях. Педагогика сотрудничества – феномен авторской школы международной педагогики. И отдельная секция была организована для студентов и преподавателей МГГУ имени Шолохова. В этом году проведение педочтений юбилейное. В пятый раз мы встречаемся со студентами, педагогами, исследователями педагогических теорий и практических методик преподавания, обучения и воспитания. На конференцию были приглашены Морозов Владимир Васильевич, член правления Международной Макаринской ассоциации. Педагоги МГПУ и МГГУ имени Шолохова. Хазилина Лидия Васильевна и Велитейникова Людмила Кузьминчина. Доктор педагогических наук. Профессор. Надеюсь, что мы станем соавторами многих новаций, концепций, которые действительно позволят нашему российскому образованию сделать новый шаг вперед. В рамках конференции состоял встреча с Ириной Борисовной Кулешовой, директором первой в Одинцовском районе Монте-Сори-школы, которая изучает педагогическое творчество Шалвы Александровича Аманашвили. Очень много работает с зарубежными партнерами по современной системе Монте-Сори-школ. А также мы пригласили для выступления на пленарном заседании наших педагогических чтений очень известного человека в нашем районе. Это Горчилина Марина Олеговна, преподаватель общества знания и истории 10-го лицея города Одинцова, заслуженного учителя Российской Федерации, дважды обладателя гранта президента Российской Федерации за достижения в области образования. Марина Олеговна делилась с участниками педагогических чтений проблемой организации правового пространства в школьной среде по своей авторской методике. Бесценный опыт получили студенты, но и сами выступили сообщениями, докладами, обменялись опытом с коллегами, студентами из других вузов. Традиционная конференция в УГУ – это возможность получить современные знания в сфере преподавания, больше узнать о замечательных педагогических школах прошлого, активно применить новые педагогические знания на практике. Продолжение следует...